Нижегородские спортсмены в составе сборной России стали победителями мирового первенства по историческому средневековому бою. Международный чемпионат проходил в Сербии, участвовали 2000 человек из 35 стран. В подавляющем большинстве номинаций победили наши спортсмены. Встреча с Казахстаном в Сербии, участвовали в Сербии, участвовали в Сербии. 33 страны представляло номинаций очень много. Одиночные номинации, женские номинации тоже одиночные, массовые. Наша страна заняла 19 медалей, победила золотых, взяла из 22 возможных. Мы дрались с женщинами в номинации 5 на 5. Обеда была трудной. Кто соперница? Очень интересно было драться с финками. Девушки очень сильные. Молодцы. А не говорите, я сейчас тебя наваляю, моя дорогая финка. Вы что, все с любовью? Только с любовью. Из России. Давно этим занимаемся. У нас вот этот вид спорта, он самый изо всех команд, которым мы выступаем. С 89-го года. Это тренировочная алебарда, как видите, тоже железная. Ей бьют двумя руками. Исключительно любят по голове бить алебарщики. И чего будет? Ну, некоторые теряют сознание, а те, кто посильнее, идут дальше и бьют алебарщиков. Это двуручный меч, которым у нас занимались тоже несколько человек. Тяжелый? Да, нормальный такой. Ну ты... А вот никого не убивали никогда в жизни? Какими вещами? У нас смертельных случаев нет. Мы же все в доспехах, все защищены. Брига титановая, ноги титановые. Ну, шлем только железо сделают. Сколько шлем есть? Шлем, килограмм на 4, я думаю. На мне еще и поддоспешник есть меч. То есть, когда меня бьют, мне практически не больно. Я практически не чувствую. Вот, исключительно, когда вот меня бьют втроем вот такой алебардой, то тут начинаешь чуть-чуть чувствовать. Ну, у меня есть, да, травма большая. У меня плечо вырвано, все связки разорваны. После этого сделал операцию, за полгодика восстановился и снова начали над мир поехал. По тому разу, ребенок, герстико удара. Вы же джинтельмен. Это бой. Тут все равны. Почему бы и нет, сама пришла сюда. Сколько получили уже? Достаточно. Интересно, ощущения, спорт. Физические нагрузки. Ну, есть бальные танцы и гимнастика. Нет, меня это никогда не интересовало. Мне больше нравится игра, где можно наносить людям увечья. Кто в профессии? Менеджер по продажам. Травм всегда много. Но в этом году у российских команды не так много травм. В основном синяки, там переломчиков парочка. Вот. Кровь в основном у других команд была. Переломчиков тела? Ну, пальцы часто ломаются, руки, колени очень ломкие такие, потому что нагрузка большая на суставы. Проигрышем считается, когда три точки соперника коснулись земли. То есть, например, стопа-стопа, колено, или там рука, стопа-стопа. У российских команд всегда есть, знаете, такой русский дух, который нельзя сломить. Мы деремся до конца. Вот если вышли, вот что с нами не делай, мы вот будем до конца. И, наверное, вот из-за этого мы пока на первых позициях.